Здравствуйте, друзья! Светлана зачитывает вопрос. Большой вопрос, да? Большой, не то слово. Адресовано тебе. Давай. Сразу. Погромче. Здравствуйте, Михаил. Спасибо за ваш канал. Очень нравятся ваши разнообразные видео, интересные рассуждения по вопросам карьеры, взаимоотношений и так далее. И легкие юморные заметки. Хотел бы спросить вашего совета. Мне 26 лет. Я из Кишинева. Работаю последние пять лет в области продажи IT-оборудования. Начал еще на последнем курсе университета. Образование техническое, факультет телекоммуникации и компьютерных сетей. Никогда не было ощущения, что это именно то, чем хочу заниматься. Продажи, я имею ввиду. Некоторое время назад понял, что программированием следует заниматься. В разное время пытался учиться по этой теме, но не сильно продвигался. Недавно на сайт-проекте поучаствовал в небольшой веб-разработке. И тогда уж точно понял, что вот это именно то, чем бы я хотел заниматься. Отлично. В продажах у меня зарплата сейчас выше среднего для людей моего возраста в нашем городе. Понимаю, что если менять профессию с сейл на разработчика, то это снижение по заработной плате в первое время. Есть компании в городе, которые берут на интернатуру начинающих разработчиков, но это в основном неоплачиваемые интернатуры. С другой стороны, это возможность перейти в другую сферу. Хотел бы посоветоваться. В таких случаях как лучше поступить? Может стоит рискнуть и уйти с текущей работы, пойти в интернатуру и полностью ее заняться, чтобы по окончании взяли на фуллтайм. Конечно, риск здесь не маленький. Скорее всего, на время интернатуры останутся без доходов. Но имея текущие обязательные расходы, жилье и пропитание, и по окончании могут взять на постоянную работу, а могут и не взять. И тогда без основной работы, без интернатуры. С другой стороны, такая ситуация очень сильная мотивация учиться и заниматься. Чтобы закрепиться в профессии, после интернатуры и не остаться на улице. Или стоит остаться на текущей работе и параллельно самостоятельно учиться, чтобы перейти уже на постоянную работу. Хотя и джунир начинающий. Благо, качественных материалов и видеокурсов имеется очень много. Только, к сожалению, не всегда удается учиться регулярно, так как и устаешь на основной работе, и вечерами доделываешь то, что не успел сделать днем. Видимо, горячей мотивации нет. Скажите, пожалуйста, дайте совет. К сожалению, у нас в стране сейчас с уровнем жизни и работы плохо. Поэтому у людей нет уверенности в том, что уйдя с одной работы, можно будет перейти на такого же уровня работы в другой компании. Люди держатся на своих местах. А работодатели этим, к сожалению, пользуются. Вот очень благодарен вам, если обсудить этот вопрос. И, в общем, тему перехода из одной профессии в другую. С уважением, Виталий. Ну, значит, мы не видим пока иммиграционного никакого намерения, да? То есть человек спрашивает, как бы, в рамках вот той страны, где он живет, вот того города. Мы не знаем, в каком городе. Он живет, наверное, и не Кишинек, да? Он как-то так вот сказал, что у него зарплата выше среднего по его возрасту в том городе, где он живет. Я бы не интересовался сильно средний по какому-то городу, где он там живет. Это может быть, конечно, утешением, вот в том смысле, что ты делаешь что-то не так, и начинаешь себя утешать, и тогда всякая ерунда сгодится для этого, чтобы оправдать то, что ты не так делаешь. Вот в данном случае это, я бы к этой категории отнес отмазку. Значит, у него есть то, чем он хочет заниматься. И этим и надо заниматься, потому что никогда ни в чем он не достигнет успехов больше, чем в том, что он делает с удовольствием. Поэтому тут даже вопросов нет. Он, безусловно, должен это делать. Может быть, правильно было бы, если бы он это сделал там несколько лет назад, еще до того, как стало ему 26. Наверное, он в 22 институт закончил, то есть уже там 3-4 года работает. Это отдельная история сейчас. Но если бы он сейчас уже был разработчиком, допустим, там с тремя-четырьмя годами опыта, он бы, наверное, мог уже поехать куда-нибудь и в Европу поработать, и там, не знаю, в ту же Румынию, там, ну куда-то, наверное, я, может быть, и в Америку. Ты понимаешь историю? У него же диплом, открывающий ему абсолютно любые двери для рабочей визы. Правильно? То есть он может поехать в Соединенные Штаты, может поехать в Канаду, в Германию, куда угодно. Если будет заниматься тем, что, во-первых, открывает все двери, во-вторых, доставляет ему радость жизни. Он, может быть, не знал, что это то, что ему заставляет радость жизни. Это бывает. Почему нет? Ну вот он узнал. Поэтому какие-то временные, там, неудобства, которые с этим связаны, они, ну они присутствуют, да. Ничего страшного. Значит, это, он правильно пишет, на самом деле. Он правильно пишет, что вот этот риск, который он на себя берет, как бы является дополнительным таким мотиватором, правда? В том, что он делает, да, там какая-то, похоже на пробочку. Да, похоже на пробочку. Ну, сейчас посмотрим. Так вот, у нас, друзья, к 9 часов вечера, и вот люди, может быть, возвращаются там с пляжа, я не знаю. Так что мы сейчас посмотрим, чего дальше будет происходить. Может быть, что-то случилось. Это мы тоже увидим, когда будем подъезжать. Давай мы к парню вернемся. Я думаю, что он правильно все понимает. Ему просто на самом деле нужен такой небольшой такой толчок в виде поддержки, в виде того, чтобы мы ему сказали, ты все правильно понимаешь, двигай вперед. И поскольку он вот этой иммиграционной составляющей там у него нет, но я хочу сказать, даже не иммиграционно, но просто вот поработать за границей. Понимаешь? Какой класс. Нет, ну даже, что я тебе что хочу сказать в этом смысле. Да, по-круто. Что я понимаю его сомнения, что действительно очень трудно найти работу, а уж такого уровня работы, как у него сейчас, наверное, он не быстро найдет. Но вопрос в том, что вот так вот, опять же, мы возвращаемся к каким-то законам более высокого порядка. Когда человек идет в правильном направлении, то ему весь окружающий мир ему начинает помогать, и какие-то потусторонние силы возникают, и у него все складывается как пазл очень удачно. Поэтому, с одной стороны, у него есть сомнения, а вдруг я не найду там работу, останусь совсем без работы. Вдруг его не оставят после интернатуры. Да, да. А вот на это рассчитывание не нужно, что меня где-то оставят. Но если вы пойдете тем путем, который вам духовно близится, который вам нравится, да, то у вас и с финансами все проблемы разрешатся сами собой. Все остальное решается. Оно само собой сложится, причем даже без каких-то усилий с вашей стороны. Не нужно зацикливаться, чтобы меня там оставили на работе. Сложится пазл. Где-то вы встретите нужного человека. Он подвернется вам неслучайно. То есть, что все, что происходит, происходит неслучайно в том смысле, в котором вы идете по пути своего предназначения. И может быть, Света, совершенно необязательно, что это будет в его городе. Может быть, он в Питер поедет или в Москву, или во Львов. Оно сложится само собой. То есть, вы встречаете нужных людей у себя на пути, которые повернут вашу жизнь самым невероятным образом. Вы сейчас даже не можете предположить, как это может случиться. И не обязательно людей, но вот то, что называется оппортюнити, вот эти возможности, они возникнут ниоткуда. И сейчас вот ответить себе на вопрос, а откуда возьмутся эти оппортюнити? Не знаю. Да, но они точно возьмутся, потому что вот так устроена жизнь. Когда ты нащупываешь вот так вот интуитивно, свою жилу, да. Свою жилу, то на это, как помните, там сделан вот этот трансерфинг реальности, вы попадаете на ту линию жизни, где у вас все складывается. И все события... Просто выбрав... Просто выбрав правильное направление, да. Поэтому вы сейчас находитесь в развилке, и если вы пойдете по правильному пути, оно должно все сложиться. Еще что я хочу сказать. Там есть вокруг какие-то люди. Вот у них в городе, понимаешь, у них в городе, это еще не вселенная, и даже не вся планета, и даже не вся страна. Но вот у них в городе люди держатся за что-то. Почему они держатся? Потому что они, наверное, постарше, потому что они не чувствуют в себе силы куда-то ехать, чего-то добиваться, куда-то пробиваться. Вот им бы, вот чтобы им там на месте кто-нибудь дал бы чего-нибудь, вот уже, уже спасибо там и так далее. Это же Молдавия, там у них свободный въезд в Евросоюз, граница открытая. Понимаешь, у них вот, ты с молдавским паспортом едешь, там трехмесячный въезд свободный. Я уже не говорю о том, что половина населения румынские паспорта имеют, могут работать по всей Европе. Но, но даже, даже с молдавским паспортом. То есть, понимаешь, свободно, очень многие уже остались там где-то, поехали, зацепились, понимаешь. А люди, которые живут в городе, это не люди, которые поехали и зацепились, а это люди, которые сидят и ничего не делают. Не надо с них пример брать, не надо говорить, а вот у нас в городе вот какие-то там люди, есть еще много городов, есть еще очень много людей, да, глядя на которых, вы скажете, правильно сделал, что начал что-то делать, и вот эта видимость благополучия, которая у вас есть сейчас, значит, относительного благополучия, не обращайте на это внимания. Вы решаете задачу гораздо более долгосрочную по своей сущности. Да, и более высокого уровня. То есть, если цель не остаться в этом городе, не изменить свою жизнь к лучшему, оставаясь в рамках тех же обстоятельств, да? Да. А речь идет о том, что вы создаете себе новое обстоятельство, новый путь, и в этот путь должен быть более каким-то благополучным, благоприятным, и все сложится. Отлично! Мы пожелаем ему успехов и движемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова